Активисты садового товарищества «Дизелист» просят прокуратуру проверить правление на предмет финансовой отчетности. В частности, дачники жалуются на повышение взносов, что, по их словам, не отражается на качестве жизни в СНТ. Дороги в ямах, электричество подается с перепадами, есть вопросы по обновлению сети водоснабжения. За 2 миллиона рублей сделали эти дороги. Прошло два года, и вдруг мы увидели в акте ревизионной комиссии, что, оказывается, списали на дороги 4 миллиона 300. А дороги в каком состоянии? У нас 40 лет не менялась ни дренажная система. Вот только трубы поменяли недавно, 28 километров труб поменяли, и все эти железные трубы, представляете, 200 тонн, куда-то пропали. Сделали свою смету, которая предусматривает все расходы, и она составляла на момент проведения собрания 1300 рублей на одну сотку. Однако в процессе подготовки бюллетеня почему-то наше правление изъяло наши предложения. Правление без подтвержденных расчетов вывесило просто ценники 1600. Мы дизелисты, добрые феи для всех. Кто хочет, приезжает, мусор наш свой сюда сваливают. А мы за наши денежки его вывозим, и поэтому платим больше. Что касается труб, их никуда не вывозили, пояснил член правления Олег Шемельдин. Вот в этой части меняли трубы, да, то вот эта металлическая труба некондиционная, еще раз, ой, кондиционная, она вся уходила на ремонт вот на этой территории, вот этой территории, и вот этой территории, и вот этой еще территории. В прошлом году, когда вот это, здесь вот меняли уже, вот эти все трубы, кондиционные, они уходили на ремонт вот сюда вот, потому что за 20-й, 19-й, 20-й, 21-й, и сейчас уже 22-й год, ни одной металлической трубы не куплено, от слова, совсем. На данный момент размер членского взноса составляет полторы тысячи за сотку. Как считает инициативная группа, это слишком дорого. Они просят понизить сумму до 1300, но члены правления уверены, этого будет недостаточно. В планах руководства заменить трубы водоснабжения и электросети. Однако дачники просят отремонтировать дороги и установить шлагбаум с охраной. Он уперся в этот вот шлагбаум, там чёп поставит, там регулирование там въезда-выезда. У нас вот здесь поставите, по его предложению, там, это порядка около 5 миллионов, да, в том последнем, даже в 1300, она там, эта сумма тоже сидит. Вот. Но дело в том, что это неперероченная важность, неперероченная. У нас еще 28 въездов здесь, которых можно спокойно заехать на территорию СНТ. Кроме того, дачники недовольны, что взносы собираются только наличными. Однако руководство СНТ «Дизелист» уверяет, что реквизиты и терминал для оплаты банковской карты находятся в здании администрации. Члены правления также отметили, что любой желающий владелец участка вправе посмотреть документацию о расходах и доходах СНТ. Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.